Это программа Новый Казахстан. Здравствуйте в студии Дельнас Мурзагалиева. Сегодня мы говорим о борьбе с интернет-мошенничеством. Гость нашей студии Урал Рыспаев, первый заместитель начальника управления полиции города Усть-Каменогорска. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Добрый день. Дорогие телезрители, мы напоминаем вам, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете дозвониться до нас по номеру 5224-49, либо отправить свои вопросы на номер WhatsApp 737-235-1034. Ну что ж, мы сегодня говорим о интернет-мошенничестве, да, в целом о мошенничестве, и знаем, что в целом на сегодняшний день интернет-мошенничество, можно сказать, что это стало прям проблемой нашего 21 века, да. И вот в связи с этим давайте в начале наш эфир начнем со статистики. В целом расскажите, сколько дел по мошенничеству было зарегистрировано в текущем году. Как вы правильно отметили, действительно, одним из распространенных видов преступлений в 21 веке является преступление-мошенничество, связанное с интернет-технологиями. Если обратиться к краткой статистике, то по городу Скиногорску за 9 месяцев текущего года было зарегистрировано 544 фактов интернет-мошенничества, в прошлом году было 584. Наблюдается тенденция регистрации снижения данных видов преступлений. В целом усиленно сотрудники полиции в цели профилактики, недопущения, раскрытия данных видов преступлений определенно работу проводят. По итогам 9 месяцев, незначительно, но удалось добиться снижения фактов регистрации данных видов преступлений. А насколько сложно порой доказать факты мошенничества и с чем это обычно связано? Ну, как вы понимаете, мошенники, злоумышленники, используя интернет-ресурсы, обманывают наших простых граждан удаленно, то есть без физического контакта, с использованием подложенных номеров, номеров зарегистрировано на подставных, либо других иных лиц, используя номера счетов для перевода этих денежных средств через третьих лиц. Зачастую эти злоумышленники находятся за территорией областей, городов, где не совершаются эти мошенничества. Есть факты, даже зачастую они находятся вообще в ближнем зарубежье, в странах СНГ. То есть раскрыть, установить эту схему очень проблематично. Соответственно, сотрудники полиции проводятся ряд оперативно-розыскных мероприятий на установление лиц, именно напрямую причастных к совершению интернет-мошенничества, а тем более их установить, задержать, а также привлечь их к уголовной ответственности. Эта работа в целом усиленно ведется. На базе Департамента внутренних дел области имеется специальный отдел, так называемый Киберпол. Там работают сотрудники полиции, именно связанные с интернет-мошенничеством и вообще в целом по противодействию киберпреступности. Как вот именно проводится разъяснительная работа? В первую очередь мы делаем на разъяснительную и на профилактическую работу. В первую очередь мы доводим до граждан с использованием средств массовой информации, аккаунтов, которые существуют в Департаменте полиции, а также в территориальных отделах полиции по области. Это праворазъяснительная работа в детских садах, школах, университетах, колледжах, на отчетных встречах участковых инспекторов полиции перед населением. Также во всех неправительных организациях, общественных организациях путем распространения профилактических видеороликов в домовых чатах, в чатах КСК, ОСИ, в трудовых чатах, в школьных чатах и так далее. То есть стараемся именно профилактической работой охватить максимальную часть населения. Путем по квартирного обхода, либо по дворового обхода мы заходим к нашим бабушкам, бабушкам, дедушкам, престарелым людям, которые не пользуются социальными сетями, редко смотрят телевизор. Путем по дворового, по квартирного обхода вручаем памятки, брошюры, другие профилактические материалы. Мы устно в ходе беседы доводим, чтобы наши граждане не стали жертвами интернет-мошенников, чтобы их денежные средства, либо другое имущество не передавалось в онлайн-режиме, либо путем диктовки смс-кодов, которые приходят при осуществлении каких-либо банковских операций, чтобы они не передавали другим иным лицам. Также могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, требовать, уладить какой-либо вопрос, вводя в заблуждение путем запугивания и так далее. Ни в коем случае наши граждане не должны вестись на такие рода уловки. И своевременно, в случае, если вам позвонили, озвучили какие-либо проблемы, доводят какую-либо информацию, либо даже элементарно говорят, ваша сим-карта скоро заблокируется, чтобы ее продлить в срок действия, надо сделать определенное действие. Ни в коем случае это делать не надо путем физического контакта с оператором той или иной сотовой связи осуществить определенные операции. Это касается и коммунальных услуг, это касается и онлайн-покупки в интернет-магазинах, в интернет-ресурсах и так далее. То есть способов и методов совершения этих мошенничеств очень распространен. Самое главное не поддаваться панике и не совершать таких необдуманных действий. И ни в коем случае никогда не передавать этим лицам смс, которые приходят на сотовый телефон, не отвечают незнакомым лицам, которые могут обвинить вас в какой-либо ситуации, либо сказать, что ваш родственник попал в дорожно-транспортное происшествие для решения проблемы. Нужно физически подойдут люди передать деньги определенные. То есть все это полностью надо стараться не допускать. И своевременно обратиться на канал 102, чтобы мы оперативно среагировали и не допустили факта хищения имущества наших граждан. Вот вы хорошо объяснили, да, именно как работают мошенники, да, чаще всего. Расскажите, вот кто чаще всего становится именно жертвами мошенников? Ну, у нас статистика определенно имеется по данным фактам. То есть здесь такого определенного круга прям конкретного нету, но в основном это работающие граждане в возрасте примерно от 25 до 70 лет, даже есть которым и уже за 80 лет, работающие, либо пенсионеры. Но в основная часть интернет-мошенников, это, я так скажу, добросовестная часть населения. В основном это пенсионеры, либо преклонного возраста, которые переживают, если кто-то позвонил, представился, начинают переживать и делать необдуманные действия. И в основном они становятся жертвой интернет-мошенников. Также есть, которые, работающая часть населения работают и учителями, работают и на производственных кооперативах, заводах, городообразующих. Даже есть работы и банковской сферы, и социальных услуг. Есть определенные специальности, работники, которые становятся в основном жертвами интернет-мошенников. Ну, в основном это часть пенсионного, либо предпенсионного возраста. С чем это связано, возможно, вот с тем, да, что вот наши бабушки, дедушки, вот как Вы хорошо отметили, что именно переживают за своих родных и близких, да, или… Ну, в первую очередь это доверчивость. Доверчивость, неосведомленность. В основном, как Вы сказали, действительно переживают за своих родственников. И, то есть, в основном обмануть легче всего кого? Это бабушек, дедушек, людей предпенсионного, пенсионного возраста, которые добросовестно работали, копили определенные денежные средства, складывают их на депозит, либо на черный день, так сказать. Вот в основном они и становятся жертвами интернет-мошенников, или просто мошенников, так называемых дропперов. Вот основная часть населения, они попадают. Какая ответственность грозит злоумышленникам? Статья Уголовного кодекса, это 190-я статья Уголовного кодекса Республики Азстан наказывается штрафом в размере от 1 тысячи месячных расчетных показателей, либо исправительной работой в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфигурацией имущества. Вот такая санкция, наказание предусмотрено в Уголовном кодексе Республики Азстан. Какими методами чаще всего пользуются мошенники, чтобы уйти от ответственности? Ну, я как отмечал, то есть, в основном, чем они пользуются? Интернет-технологиями. Интернет-технологиями с использованием подставных счетов, зарегистрированные на подставных лиц, абонентскими устройствами, зарегистрированные, допустим, на сторонних лиц, которые об этом не знают, с использованием других возможностей интернета, технологий. То есть, без прямого контакта, находясь на удалении, даже из-за рубежа полностью определенная хитроумная схема существует, которую они постоянно меняют, чтобы впредь не быть изобличены. Вообще, вот мы знаем, что с каждым разом, можно сказать, мошенники становятся все умнее, скажем так, изобретательнее, и они придумывают новые схемы обмана граждан. И в последнее время, вот вы как до этого еще отметили, что они звонят, представляются представителями правоохранительных органов, либо сотрудниками банка представляются. И также еще бывают моменты, когда с помощью искусственного интеллекта они подделывают голоса и представляются родным того или иного человека, которому они звонят. Вот как в таких моментах можно распознать обман? И были ли такие случаи уже в нашем городе? При любом случае звонка, что с требованием денежных средств за освобождение своего родственника по каким-либо ситуациям, либо если звонят со службы безопасности, в первую очередь не надо поддаваться, то есть эмоционально к этому, как бы сразу реагировать, лучше выждать какое-либо время, позвонить своим родственникам, удостовериться, как у них дела, где они находятся, чем занимаются, действительно ли они попали в ту или иную неприятную ситуацию, которую озвучили ранее те лица, которые звонили. Если это звонят сотрудники службы безопасности банка, лучше позвонить в банк по номеру, связаться с менеджером, переспросить, а еще лучше, лучше в банк физически сходить, в банк записаться на прием к менеджеру и полностью всю информацию, которая звонила якобы служба безопасности, лучше перепроверить и на два раза удостовериться. Расскажите, вот были ли ситуации, когда вам самому приходилось столкнуться с мошенниками, либо вашим родным и близким? Действительно, были такие факты. Мне лично никто не звонил, хотя было бы интересно поговорить с реальными интернет-мошенниками, но звонили маме моей, звонили сестрам, также спрашивая, что вы обращались за социальными услугами определенными, интересует ли их эта услуга, если они хотят получить эти услуги, пройти по определенной ссылке, которую они должны были скинуть, чтобы получить доступ к ее телефону. То есть таким образом пытались обмануть, но как сотрудник полиции, всех своих родных, знакомых предупреждаю от таких фактов, и они мне сразу же позвонили, сообщили, что им звонили. Я в категорической форме сказал им не контактировать, если они звонят, блокировать эти номера и вообще не отвечать на незнакомые номера. Если начинают какой-либо разговор, то сразу отключаться и блокировать номера. Вот до этого вы объяснили, что не стоит никак контактировать с мошенниками, им вообще отвечать в целом, и после звонка сразу обратиться в правоохранительные органы, либо пройти в банк, если вам якобы звонили с банка и так далее. А вот в моменте, как нужно действовать, может, стоит записать, я не знаю, на диктофон или еще что-то? Да, такие факты имеются. В целом, по республике, когда разговор с интернет-мошенников через WhatsApp с помощью видеозвонка наши граждане записывали, как там псевдо-сотрудник правоохранительного органа сидит в кабинете, за ним находится государственный флаг, то есть он имитирует сотрудника правоохранительного органа, даже кричит на саму потерпевшую, почему она не переводит деньги и так далее, и так далее. То есть если есть возможность записать, это, конечно же, надо попытаться как бы записать на другой телефон, либо диктофон и передать для рассмотрения в правоохранительные органы, то есть к нам. С какими фактами и доказательствами гражданин может обратиться в полицию и быть уверенным, что дело будет заведено? Ну, если факт мошенничества произошел, с вашего счета были определенные денежные средства, выведены интернет-мошенниками, либо другой материальный ущерб нам нанесли, это уже достаточно, это уже оконченный состав уголовного правонарушения, если ваши деньги уже были сняты со счета. этого достаточно, нужно обратиться на канал 102 и заявить об этом. Вот знаете, у нас, ну вот пример из жизни, да, к нам в студию приходили не раз люди, вот как раз именно пенсионного возраста, да, что мы говорим, и просили, чтобы мы им помогли именно в том плане, что они говорят, что вот они связались с мошенниками, но такого прям факта не было, то есть хищения не было, но они уверены, что вот им звонили мошенники и хотели развести, то есть, ну, скажем так, на деньги, да. Если вот к вам с такими вопросами приходят граждане, вы как-то рассматриваете? Мы рассматриваем данные факты, книга учета информации регистрируется, подразделения криминальной проверки проводят по данному факту встречные проверки, и в любом случае данная информация анализируется, анализируется, и в целом применяется при раскрытии и расследовании уголовного дела по фактам интернет-мошенничества. А какие схемы мошенничества сегодня вот являются наиболее распространенными? Ну, наиболее распространенные, это все-таки связаны с банковскими услугами, с банковскими услугами, представляются сотрудниками правоохранительных органов, представляются сотрудниками службы безопасности банков, что некоторые люди пытаются совершить мошеннические действия, снять деньги с вашего депозита, либо на вас пытаются оформить онлайн-кредит, то есть они как бы действуют, мошенники действуют в защиту от этих мошенников, то есть как бы сами от себя защищают путем обмана, что они защищают граждан от таких же мошенников, как и сами, вводят наших граждан в заблуждение и совершают определенные мошеннические схемы. То же самое совершается и в интернет-магазинах с использованием интернет-ресурсов. Это магазины распространенные, которые занимаются онлайн-продажами, то есть если непроверенный магазин, либо если даже вы какую-то покупку хотите совершить, надо в первую очередь удостовериться, чтобы эта покупка, что вы хотите купить, она к вам пришла, вы ее проверили, после чего осуществлять перечисление денежных средств. То есть добросовестные продавцы, поставщики, все-таки я сам через интернет-магазин покупал определенную вещь. На мой сразу же вопрос, прямой вопрос, каким образом я буду осуществлять перечисление денежных средств за данную покупку, они сразу сказали, что как только посылка придет к вам на почту, вы его перепроверите, если вам все понравится, вас все устраивает, соответственно, вы там же на месте можете данное денежное средство за эту покупку после получения товара, либо отдать его наручно курьеру, либо перечислить на определенный счет. То есть добросовестные продавцы так и действуют. Недобросовестные просят номер карты, либо предоплату и так далее и тому подобное. То есть есть такие факты. Мы сказали, что существует много различных схем, и с каждым разом мошенники, то есть, что мы говорим, не дремлют, еще более становятся изобретательными, еще больше придумывают разных схем. И вот мы знаем, что, как до этого уже не раз отметили, что они бывают, что когда звонят, и представляются сотрудниками банка, и вот мы знаем, что они требуют код. И вот можете поподробнее рассказать об этой схеме, чтобы наши телезрители знали, как нужно действовать? Обычно, как они действуют? Звонят, представляются сотрудниками национального банка, либо службы безопасности, какого-либо банка. И при этом сообщают, здравствуйте, вы такая-то, такая-то, абонент подтвержден, да, я такая-то, такая-то. Смотрите, недавно на ваш, допустим, депозитный счет мошенники пытались снять этот счет. Мы, как служба безопасности, сейчас пытаемся обезопасить ваш счет, и надо сделать определенные действия. То есть мы сейчас будем обезопасивать ваш счет, то, что на приложение того банка, где, допустим, открыт депозитный счет, придет смс-уведомление с кодами, вы нам пересообщите эти кода. Соответственно, мы проведем определенные действия и постараемся обезопасить вас от мошенников, которые пытаются несанкционированно снять ваши денежные средства. Соответственно, наши граждане ведутся на такой разговор, на такую уловку, и начинают определять, совершать определенные действия. Либо скачать на свой телефон такие приложения, которые получат, интернет-мошенники могут получить онлайн доступ к телефону наших граждан, соответственно, скачать определенные приложения, а не деск в виде кенгуру, других приложений. Соответственно, после получения доступа к каким-нибудь мобильным устройствам, они начинают заходить с помощью этих смс-кодов в их приложение онлайн и оформлять на них же самих, с использованием этих кодов, определенных кредитных денег, либо пытаться вывести эти денежные средства на другие подставные счета. Это вот основная такая схема. Но все в целом, если звонят с банка и предлагают какие-либо услуги, лучше вообще на эти факты не вестись. И если даже получать какие-либо банковские услуги, лучше физически пройти в банк и там нормально получить услугу, либо перевода денежных средств, либо оформить кредит и так далее и тому подобное. Но самое главное, не сообщать смс-кодов и ни в коем случае не пытаться продолжать разговор с этими мошенниками. Каким путем мошенники получают номера телефонов граждан? Ну, здесь определенных вариантов очень много, которые могут получить доступ к сотовым номерам сотовых телефонов. То есть, возможно, это имеет доступ к какой-то базе данных. Возможно, где-то, может быть, через знакомых, через, может быть, каких-то, заходят, может быть, в чаты какие-либо, где, допустим, люди находятся, либо сидят, может быть, через социальные сети, где они зарегистрированы. То есть, этот перечень, он неопределен и очень распространен вообще в целом. Какие вот реальные, ну, которые уже состоялись, да, приговоры вы можете озвучить из вашей практики? Ну, есть такие факты, допустим, действительно, лица, задержанные по интернет-мошенничеству, получили лишение свободы от двух лет и выше. Есть у нас такие факты по городу Каминогорску. Действительно, за совершенные преступления они получили наказание в виде лишения свободы. Насколько сложно в делах о мошенничестве собрать доказательную базу? Очень тяжело доказать базу, я же еще раз до этого как отмечал, что, то есть, доказать прямую причастность к совершению интернет-мошенничества, если, допустим, это подставные номера, подставные счета зарегистрированы на третьих листах и так далее, это нужна глубокая, хорошо подготовленная мероприятие, то есть, оперативного характера с разработкой, с полностью, с ответами, с запросами из банков, полностью отследить всю схему движения, транзакции, схемы, передвижение денежных средств, найти получательно, кто эти деньги получил, кто их снял с банковского счета, кому принадлежат эти банковские счета, то есть, это определенная кропотливая работа сотрудников полиции во взаимодействии с органами прокуратуры, а также с банками, в том числе и национальным банком. Часто ли мошенникам удается избежать приговора из-за недостаточности улик? Ну, таких фактов у нас не было. Единственное, что по материалам ими связаны с дропперами, то есть, здесь именно установить ум сил, направленный, допустим, на завладение денежными средствами, то есть, мы тяжело доказать, потому что обычно, допустим, совершают мошенничество из других городов, либо из другого государства, а кто забирает деньги физически у потерпевшей и передает, перечисляет, допустим, на банковский счет того или иного лица, то есть, установить ему прямую вину, прямой умысел на совершение мошенничества, здесь очень тяжело. То есть, в этом направлении мы работаем и пытаемся все это максимально доказывать и предавать суду. Также мы знаем, да, что различные виды мошенничества, их все больше становится. И сейчас вот мы, в частности, говорим о том, что вот именно мошенники звонят по телефону, да, но также есть случаи, когда мошенники представлялись, вот, допустим, руководителями управлений, администрации, создавали различные фейковые аккаунты Акимов, да, и писали именно в группах различных рабочих на номера сотрудников, как оказывается противодействие таким видам преступлений? Опять-таки же, праворазъяснительная работа, профилактическая работа, разъяснительная работа в любых случаях, если вы чувствуете, либо понимаете, что, допустим, действительно могут взловать в WhatsApp, допустим, и от имени, допустим, какого-либо руководителя своим доверенным лицам, либо подчиненным СМС-рассылка с просьбой перечислить, либо занять денег. В таких случаях, в любом случае, если лучше позвонить, переспросить, действительно ли то или иное, допустим, знакомый, друг, либо согласник просил у него денег, там, и так далее, то в любом случае надо при совершении действия по передаче, либо переводу денег в средства, надо удостовериться, удостовериться самому, что действительно, допустим, это не мошенники, действительно человек обращается с какой-либо помощью и так далее, то есть не вестись на эти, допустим, первоначально воспринятую информацию, а всегда удостовериться в определенных действиях, при совершении действий, то есть переводе действий, либо даче, взаимы там, и так далее, и так далее. То есть в первую очередь удостовериться и никогда поспешных действий не совершать в первую очередь. Мне кажется, легче определить мошенника, когда он все-таки начинает просить деньги, как вы с начала эфира не раз отметили. Но ведь бывают такие моменты, когда вам пишет мошенник, но вы же не знаете, что это мошенник, просто представился таким-то, таким-то, либо, как мы говорим, прикинулся вашим родным или близким и так далее. И через ваш номер он как-то может выйти на банковские счета? Он может не то, что выйти на банковские счета, он может с помощью, допустим, моего телефона позвонить мне и, допустим, навскидку выяснить, допустим, где я получаю заработную плату, где у меня депозиты. Но это все-таки не без помощи определенного круга лиц. Возможно, они работают где-то в банковской сфере, в службе безопасности. Возможно, есть какой-то несанкционированный доступ к базе данных, допустим, граждан, либо к базе данных вкладов, пенсионных отчислений, депозитарий и так далее, хотя это все банковская тайна. Но, возможно, есть какой-то несанкционированный доступ к данной информации, которую они потом в последующем используют и ее в своих преступных намерениях. А что такое фишинг и как узнать, что вас разводят, ну скажем тогда, таким образом? В любом случае, допустим, даже если таким образом вас пытают развестись, первую очередь надо удостоверить, кто это, что это, откуда это исходит и так далее, и так далее. Если, допустим, друзья, знакомые, лучше позвонить, переспросить, можно даже загуглить, допустим, любая информация положительная, можно даже, допустим, выяснить, даже можно позвонить к нам, допустим, в полицию, переспросить, есть ли такие факты, не интернет ли это, а мошенники и так далее, и так далее. А связано ли распространение крупных схем мошенников с повсеместной информацией о хранении всех данных на смартфонах? То есть, как себя лучше защитить в киберпространстве? В первую очередь, я так думаю, и вообще в целом на практике существуют все пользователи социальных сетей при создании аккаунта полностью все свои данные, число, месяц, год рождения, фамилии, имя, отчество. Я так думаю, не обязательно все это, допустим, при открытии странички все это указывать, регистрироваться, допустим, постараться, чтобы страничка ваша была максимально закрыта, чтобы, допустим, подписчики были, допустим, ваши близкие друзья, либо знакомые, хорошие и так далее. То есть, максимально попытаться закрыться странички, быть максимально защищенными, допустим, никому не сообщать пароли, логины от ваших аккаунтов. То есть, это все может быть достоянием именно интернет-мошенников, которые в последующем в своих преступных целях они могут это все использовать. Вот вы хорошо отметили, да, что лучше свой аккаунт в социальных сетях держать закрытым, да, но есть блогеры, которые обычно не закрывают свои аккаунты и различные люди подписываются. И были ли случаи, когда, допустим, блогеры нашего города обращались к вам за помощью, что вот с ними связались мошенники? Ну, бывают такие факты, действительно, звонят, что вот взломали мою аккаунт-страничку, допустим, в социальной сети от моего имени, там распространяют информацию, либо требуют занять взаймы и так далее. То есть, имеются такие факты. То есть, в первую очередь, рекомендуем любые даже действия, если даже по каким-то определенным причинам, либо незнанию, допустим, взломали ваш аккаунт от вашей имени, что-либо совершается. В первую очередь, надо удалить эту страничку, либо создать новую, сменить пароль, логин полностью. Если, допустим, есть возможность позвонить, лучше позвонить своим знакомым, сказать, что у меня взломана страничка, ни в коем случае вы не реагируете на смс-сообщения, которые приходят от моего имени, ни в коем случае не переводите деньги там сомнительным лицам или на какие-либо счета и так далее, и так далее. То есть, в первую очередь, надо моментально отреагировать и постараться, чтобы люди не поддались, допустим, на вот эти уловки. Спасибо большое, что вы очень хорошо объяснили в целом о мошенничестве, но, скажем так, вторая часть нашего эфира, наверное, лучше будет посвятить ОПМ-участок. Сейчас у вас проходит до 1 ноября. Для чего проводится данное оперативно-профилактическое мероприятие и как проводится разъяснительная работа? С 16 сентября по 1 ноября действительно по указанию Министерства внутренних дел по плану основных организационных мероприятий на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие в участок. Целью данного мероприятия – это улучшение взаимодействия с населением, это, в первую очередь, профилактика, недопущение экстремистских каких-либо террористических проявлений, партнерства с обществом, обход административных участков участковыми инспекторами полиции, а также другими приданными силами департамента и других приданных сил во взаимодействии с другими правоохранительными органами, органами прокуратуры, местных исполнительных органов. Это, в первую очередь, улучшение доверия граждан к в целом правоохранительной системе, в целом профилактика, преступления, других мелких правонарушений, улучшение доверия гражданам, чтобы наши граждане города знали в лицо своих участковых инспекторов полиции, чтобы они имели их контактные телефоны, знали расположение участкового пункта полиции, то есть максимально спросить, какие-либо у них проблемы, допустим, по месту жительства, если, допустим, они не хотят звонить на канал 102, либо сообщать другим способом, чтобы могли сообщить напрямую участковому инспектору. Вот, в целом профилактическая работа, обход административного участка. С другой стороны, знание участкового инспектора своего административного участка, какое население у него проживает, чтобы население знали его в лицо, чтобы знали, что происходит на административном участке, допустим, даже в том числе и санитарное состояние, где, допустим, идет несанкционированный выброс коммунальных отходов, где, допустим, есть проблема, допустим, в области ветеринарии и так далее, и так далее. То есть параллельное выявление, допустим, лиц, проживающих по месту жительства без регистрации, я помню, которые сдают квартиры в нарушение действующего законодательства, выявление иностранцев, которые нелегально находятся на территории города Кимингородска, и вообще в целом это выстраивание взаимоотношений с населением, в первую очередь это доступность в рамках сервисной модели полиции, взаимодействия, улучшение взаимодействия и все-таки качество оказания именно услуг безопасности на определенном административном участке. То есть спектр определенных мероприятий, которые мы проводим, он очень большой, в первую очередь это доверие населения, знакомство с населением. Бывает, что участковые инспекторы некоторые недавно назначены, их целью является обход административного участка. Мы путем обхода посещаем квартиры, частные дома, садоводческие общества, организации, крестьянские хозяйства. Параллельно составляем опросные листы, то есть многие возмущаются, что зачем меня переписывают, то есть это только служебная информация полностью, никуда она не распространяется. Соответственно, параллельно мы вручаем памятки, брошюры по в целом профилактике, по буллингу, по профилактике интернет-мошенничеств, тех же. Вообще в целом других видов преступлений выясняем, допустим, если есть причина, условия, способствующие совершению правонарушения, каких-либо проблемных вопросов. Осуществляем праворазъяснительную работу, может быть, кому-то нужна консультация юридических вопросов, связанная с полицией. То есть вот такую хорошую, в принципе, работу проводим, чтобы жители нашего города, гости с пониманием отнеслись к данной работе. Ну и, в принципе, ничего бояться не надо. Мы никогда, допустим, полученную информацию никуда не распространяем. Это только служебная информация. Если кто-то не хочет что-либо говорить, может и не говорить, в принципе, но самое главное, жители нашего города, своего участкового инспектора, а вообще своих сотрудников полиции, которые работают на административном участке, они должны знать в лицо в целом, ну и по возможности обращаться к ним с какой-либо определенной проблемой, за помощью или даже просто что-либо спросить. Может быть, юридические вопросы какие-либо существуют. Чаще всего с какими вопросами обращаются жители города участковым? В основном, ну, связано, в первую очередь, это, допустим, состоянием преступности, состоянием, допустим, соседей. Возможно, проживает соседей, допустим, съемная квартира, постоянно нарушая дебошировать в этой квартире, если она сдается посуточно, либо на длительный срок. Возможно, по соседству проживает лицо злоупотребляющее, алкогольные напитки, постоянно устраивающие, допустим, вызыва на свою квартиру, шумят, дебоширят у себя дома, либо в подъезде, нарушает покой наших жителей. То есть в основном такие вопросы. Вопросы, связанные с парковкой автомашин, допустим, в дворовой территории, вопросы направления своих родственников на принудительное лечение от алкоголизма, либо наркомании, вопросы нарушения тишины в дворовой территории. В основном такие стандартные вопросы обращаются. Мы ими занимаемся, проблемы выслушиваем, стараемся их оперативно решить, помочь. Где-то получается, где-то не всегда получается, но в целом наша основная задача – это все-таки доверие граждан и максимально-максимально осуществляет хорошую профилактическую работу на заданных административных участках, ну и чтобы лицо наших сотрудников, население знало. А в целом, насколько часто проводится осмотр участка участковым? Согласно действующему приказу, вообще участковый инспектор полиции с момента назначения на должность в течение месяца должен весь свой административный участок обойти и полученные сведения занести в паспорт на административный участок. Помимо этого, мы проводим уже на практике каждый год по осени, то есть где-то примерно с сентября по ноябрь, дополнительные силы привлекаем, чтобы максимально-максимально отработать административные участки и где-то, может, память освежить участковому, чтобы они знали, чтобы ходили ногами, выясняли, какие существуют проблемы у жителей нашего города и максимально, оперативно решать эти вопросы. Ну и вопросы, конечно же, незаконной миграции, каких-либо проявлений, экстремистских проявлений, террористических и так далее. Спасибо большое за интервью. Было очень интересно послушать в целом о мошенничестве, о интернет-мошенничестве, а также о оперативно-профилактическом мероприятии и участок. Дорогие телезрители, напоминаем вам, что у нас в студии был гость Урал Распаев, первый заместитель начальника управления полиции города Усть-Каменогорска. Сегодня мы говорили о борьбе с интернет-мошенничеством. На этом наша программа подошла к концу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин